В Екатеринбурге оперативники полицейского наркоконтроля Верхней Пышмы совместно с путевыми парнями из фонда «Город без наркотиков» в течение одного вечера провели мощную антинаркотическую двухходовку и за пару часов хлопанули трех наркоторговцев и одну наркохранительницу. Началось это движение по наркоцепи снизу вверх с того, что некая ранее задержанная наркоманка любезно согласилась закупиться у своего драгдилера 25-летнего Андрея Харлова, обитающего на Чкалово-252. Созвонилась, забила стрелку, поймала белку, про белку и стрелку не в год 55-летия космонавтики будет сказано, и во время акта купли-продажи одной порции синтетики породы N-метилэфедрон дилер Харлов был схвачен полицейскими. При ближайшем рассмотрении этого физического лица выяснилось, что оно уже находится под двумя уголовными делами. По наркохранению к нему имеет вопросы 11-й железнодорожный опт, по наркохранению в крупном размере вопросы имеет 14-й эльмашевский опт. Однако, несмотря на рецидивность, Андрея Харлова сочли возможным оставить на воле под подпиской о невыезде. Наличие двух уголовных дел не остудило его наркопоступи, и он продолжил и хранить, и более того, попался на наркосбытие. В адресе опера и фондовцы обнаружили все необходимое для доказухи. Весы, зиплок-пакетики и 5 граммов N-метилэфедрона, расфасованного по порциям. Кроме того, в квартире барыги Харлова отыскалась гостья из настоящего, 19-летняя Влада Вьюнова. В ее черной сумочке совершенно неожиданно, прежде всего для нее самой, нашлись 5 пакетиков с N-метилэфедроном, общей массой около 7 граммов. Барышня с красивым именем Влада втупила, чуть ли не заламывая руки. Приколитесь над артистизмом. Девушка, сюда посмотрите. Сумка ваша? Да. Но это не мое. По данным адресам что делать? Пришла в гости в грубе. Давно? Нет. Какому? По Андрею. Какая фамилия? Карл. Наркотики употребляете? Нет. А свидетельство не готово пройти? Да. Что можете пояснить по поводу сумки? Я ничего не ложу вас. Снимайте сейчас. Все, хорошо. Еще раз скажите, пожалуйста, откуда это все? Я не знаю. Господи, откуда это? Это кошмар. Помимо барыги и хранительницы, в адресе находилась еще невоенная жена Харлова, Юлия Смолина, со слабым организмом. Она оказалась не в делах, и о ней теоретически можно было бы и не упоминать, но уж больно забавный диалог у нее вышел с фондовцем, особенно по поводу адвоката. Я не употребляю наркотики, даже пива не пью, потому что у меня... А нюхать-то кто здесь? Только он? Аганизм слабый. А? Только он употребляет, что ли? Или кто? Вы употребляли с ним вместе наркотики? Сюда посмотрите. А свидетельство не готово пройти медицинское? С адвокатом. А, то есть ваш адвокат тоже хочет пройти? Нет, у меня просто адвокат есть, и он приедет, и все с ним. Хорошо. В принципе, глубоко теоретически на этом первая часть этой наркооперации могла и закончиться, то есть остаться первой и единственной. Но барыга Харлов как-то вдруг соизволил и распедалился по полной. То есть сдал вышестоящее звено наркоцепи, ну своих поставщиков, у которых накануне приобрел 15 граммов N-метилэфедрона. За что все мы были задираны сотрудниками полиции? Квартирных, одеясь, наркотические сюда. А где вы их приобрели? Яна. Яна это кто? Дорокомная. А где проживает? Улица Соболь 2, 21. Что бы хотел отметить, что люди, употребляющие вот эти химические гадости, она для них, вот эти вот наркотики, вот эти химические, являются сывороткой правды. В последнее время мы просто удивляемся, что наркоторговцы, наркоманы, сбычки, закладчики, их просто не остановить. Они пиздалятся за все, что знают и не знают. То есть у вас именно что было сегодня изъято в пластере? В камеру смотри. Порошок. Ну, он был поросфасован? Угу. Мм? Еще что было изъято? Весы были изъятны? Угу. Весы, да, были изъятны? Понятно. Вы сами развешивали? Нет. Только сегодня еще разобрал Яну. Ты ничего не развешиваешь? А почему весы-то были в порошке? А все у Яну только сегодня забрал. Ну, это Ешни, если все Ешни. Вот на этом первая фаза двухходовки и завершилась. Вторую часть марлезонского балета фондовцы станцевали уже не с Верхнепашминскими наркоконтролерами, а с операми УНК областного ГУМ ВД. Ибо на Соболева поехали брать крупную рыбу. Он сказал, что берет у некоих Яны с Дмитрием и поехали. Поехали на мою малую родину, улица Соболева, широкая речка. И вот там у этих негодяев, подмогов, людоедов закупили. Скупили 15 грамм. Вот. Там же также были еще найдены наркотики. Вот эти химические соли, вот эта дрянь. Вот. Вот они признали эти наркотики, торговцы свою вину, и оба прилипают за наркозбырку. Да, ну вот так все и было, но это если по бырику. Если же вы хотите подробностей, будьте любезны. В адресе на Соболева 21, корпус 1, названном Андреем Харловым, обитала парочка. 27-летний Дмитрий Марущак и его 25-летняя красотка-сожительница в обтягивающем белье Яна Белканова, мама двухлетнего малышоныша. Можно к бабке не ходить, в школе у Яны по-любому было прозвище Белка, ну или Белочка. И Марущак, и Белканова хоть и погнали, что давно уже не потребляли синтетическую сыворотку правды, но все-таки с удовольствием распедалились, то бишь признались в сбыте. Дмитрий, правда, хотел съехать только на хранение, но любимая не оставила ему шансов. Ну а че? Вместе так вместе. И в горе, и в радости, и в наркоторговле, и в тюрьме. Сегодня на что были задержаны сотрудники полиции? За сбыт наркотических средств, правильно? Наверное, да. Давно занимаетесь сбытом наркотиков? Полтора месяца. Полтора месяца? Да. За что задержаны сотрудники полиции? За наркотики. Сами наркотики употребляете? Нет, уже нет. А что делать? Ну, как бы употребляю, вот, в принципе, вот это. За что захоронение? За збы? Захоронение. Захоронение, да? Да. Ранее судимо? Нет, не судимо. Сами где приобретаете? На сайте. Как называется? Я не знаю, это я вообще не... То есть, там заказывают чисто муж, да, у вас? Да, да, да. Я не знаю, вот эти дела нельзя, без понятия. Много человек к вам приезжало? Четверо таком. Вчера приезжал, только вот знакомых, только помогала Андрею. Андрей, как фамилия? Я не помню. Я даже не знаю, как его фамилия. На Краснолесии, да, который живет? Я не знаю, вот там вчера только один приезжал. Сколько он брал вчера? Десяти. Нас что-то. Эти, да. Подожди, вот эти деньги у тебя откуда? Вот эти заработаны наркотическим путем, да. Еще раз сюда скажи. От наркотическим путем. От продажи наркотиков, правильно? Да, да. Вот эти бабушка отправляла. Вчера он у тебя брал, сколько он тебе денег дал? Андрей. Ну, если помню, в 2012 он там должен остался был. А, то есть у вас какие отношения доверительные? Что еще у вас? Ну, просто, да. Я тут 13 тысяч. Скажи, пожалуйста, ты как бы не думала, что рано или поздно, что ты можешь попасться? Так мы все хотели закончить, если честно. Нет, это все говорят, я знаю, что все говорят, но правда. Как только Дмитрий понял, что сидеть придется им двоим, он сбросил ермо с совести и достал из запасников в стене стакан с 15 граммами мефедрона и добровольно сдал. Конечно, это его от ареста не спасло. Он отъехал в СИЗО, но, возможно, суд учтет его распедал. А вот его любимка осталась на свободе, под подпиской, из-за наличия у нее двухлетнего малыша. И поехала она не в СИЗО, а на день рождения к своей наркоклиентке Кристине. Из девочек кто к вам приезжал? Из девочек приезжала Кристина. Кристина, как фамилия Кристина? Кажется, фамилию даже не знаю. Это которая на Серова, да, живет с девочкой? Вдвоем. С Серова. У которой сегодня день рождения, да? Да. Ты должна была сегодня туда поехать, да? Да. С мужем, да, с этой? Да. Нет, одна. Одна? Угу. Угу.